добрый день добро пожаловать на канал семейные вкусняшки и сегодня я хочу приготовить цыпленок табака не знаю почему так его называет табака но это очень очень вкусно здесь у меня нет цыпленок здесь у меня три так можно назвать цыпленки табака у нас семья большая поэтому я буду готовить 31 у меня такой вот побольше и 2 поменьше и буду я готовить вот в такой вот чугунной сковороде если у кого нет чугуна и скоро сковороды можно заменить на простую сковороду только чтобы она не была очень и очень тонкая если в тонкой сковороде будут будут они подгорать и я подготовила вот такие вот вот такие вот у меня тяжеловесы это когда мы будем готовить я буду на них ложить так сказать можно пресс будем делать это у меня такие вот два круга мне сын подарил и я их использую для этого нам мне понадобится томатный сок это у меня домашний я готовила если у кого нет домашнего томатного сока можно заменить магазинным или кетчупом соль, перец паприка красный острый перчик, чесночок и здесь я подготовила зелень, зелень укропа петрушки, зеленый лучок розмарин, тимьян и еще мне очень нравится кинза но не оказалось у меня кинзы она тоже придает очень такой вот соусу такой вот вкусный вкус так можно сказать но не оказалось будем использовать то что у нас есть для того чтобы приготовить цыпленки табака их нужно вначале немножко отбить цыплят я уже помыла и полотенчиком бумажным хорошо-хорошо протерла удалила всю влагу всю влагу мы не можем удалить ну насколько это возможно теперь я его положу на дощечку и прикрою пластиком и его нужно немножко отбить ну не сильно его нужно отбивать так ну немножко побить надо вот вот такой вот у меня стал ровненький теперь я поступлю так со всеми остальными курочками их нужно посолить соль у меня не мелкая такая она немножко крупноватая все на глаз все по вкусу и добавлю я перчика немножко паприки и красного остренького перчика хорошо-хорошо растереть чтобы соль немножко теперь я их переверну и то же самое сделаю с этой стороны с обратной ну и все и вот так вот мы оставим где-то на один час теперь подготовим соус в сковородку наливаем немножечко масла растительного и туда же я отправляю чеснок и немножечко его подтомим сильно зажаривать его не надо только он отдал свои ароматы чесночок сюда я отправляю томатный сок или у кого что есть буквально буквально минутку-две он прокипит нужно его немножко посолить все по вкусу я добавлю немножко паприки сюда все по вкусу все приправки все можно все то что вы любите включаем соус готов когда он остынет потом мы добавим добавим немножко зелени теперь в разогретую сковороду наливаю я немножко масла и отправляю сливочного масла очень вкусно жарить на топленом сливочном масле но у меня его нет я заменю положу простое масло и добавлю немножко растительного горячее теперь перегрелось теперь сюда в сковородку отправляем нашу курочку курочку я положу вот таким вот образом теперь я накрываю ее полевой у меня нет крышки я сделаю типа вот таких вот крышечек и положу груз наверх вот так вот вот так вот и так она будет у меня тушиться примерно где-то минут 15 на медленном огонечке прошло уже примерно 20 минут я дала немножко больше ему теперь разберем нашу конструкцию и перевернем на другую сторону получше вот такая вот у нас поджаристая получилась теперь сверху я немножечко полью вот этим вот соусом с чесночком добавлю темянчик с розмаринчиком и закрою и опять оставлю на минут 15 подошло время и теперь будем вытаскивать получше вот какая курочка получилась она прожарилась здесь здесь она тоже такая вот поджаристая теперь вот этот соус я добавлю немного зелени и курочку очень вкусно кушать с соусом и с зеленью здесь у меня лучок петрушка укропчик жалко что нет кинзы кинза тоже очень очень вкусно это конечно на любителя я очень люблю кинзу вот такой вот соус получился для этой курочки присыпаем ее немножечко зеленушечкой нашей вот такая вот красивая очень вкусная пахнет получилась у нас курочка ее можно просто кушать с соуса можно подать с картошечкой можно с рисом с гречкой кто с чем любит получилась она прожаренная у меня вот эта курочка она была побольше поэтому я ее жарила немножко подольше я примерно одну сторону 20 минут жарила другую может быть минут 15 а эти курочки цыплятки у меня поменьше я их буду жарить может быть минут 13 одну сторону переверну чтобы они не подгорели мясо очень быстро прожаривается очень вкусно вот такая вот курочка получилась я думаю всем приятного аппетита с вами была Ольга до новых встреч всем пока пока